У нас на тесте фирменная машина рыболова-охотника. Это L200. От компании Mitsubishi. Как правильно, кстати говоря, Mitsubishi или Si? А почему журналисты пишут Shi? Shi, 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 Shi через Mitsubishi. Так вот, ребята, очень нравится этот автомобиль действительно рыболовам, охотникам, всем тем людям, которым не сидится дома с этими унылыми женами, да, с этими крикливыми детишками и с этими погаными тещами, которые вечно суют свои толстые, разросшиеся на сяру, куда не надо. И я этих людей уважаю и понимаю. И они отстояли не так давно свое право забить болт на грузовой каркас, правильно? Да. Потому что проблема в продажах вот этих прекрасных автомобилей была не в том, что, значит, люди виноваты, покупая эти тачки, а в том, что поганые дилеры... В погоне за лишним рублем. Просто бюджет, да, и таможили эти машины, как грузовики. Но наказывать надо дилеров, а не людей, не конечного терпила, правильно? Да, и так, ребята... Так вот, мы, кстати, в свою очередь вступались. Короче, обращение к людям, которые принимают какие-то решения. Это где? В департаменте транспорта? Да, департамент транспорта. Это общероссийская тема или Москва? Нет, пока на данный момент... Значит, департамент... Ребят, департамент... Ребят, департамент... Только с Land Cruiser 200 в том смысле, что он абсолютно свободен от новых технологий. Да, да, да. А новые технологии – это враги человека, правильно? Итак, ребята, Mitsubishi C L200 2015-2016 модельного года. Иди, дай посмотреть. Значит, товарищи... Какие изменения произошли? Давайте сначала разберемся с внешним видом L10 обновленного. Ну, во-первых, вот подходишь к машине и хочется спросить, а почему не закрыт капот? Потому что вот эта щель огромная, да, которая, кстати, там резинка есть. Смущает, смущает, Серебра. Нет, на самом деле меня смущает огромное количество хрома, потому что в эту решетку радиатора можно смотреться на самом деле и даже причесываться. А, в принципе, девчонки... Нет, можно, например, сюда какую-нибудь высокую девчонку поставить и подсматривать, что у нее там, как там. Ну, это вот такая девчонка. ТАСС вот здесь где-то должен находиться. Да, ребят, ну, на самом деле Рустам прав, потому что машина-то категорически, так сказать, концептуальная, правильно? Ну, конечно. Она заточена под определенные цели. Под бездорожье. И в целом зачем ей вот эти все красивости, непонятно. Короче, как и смотрите, вот здесь мы сейчас находимся на ярком солнце, но чуть-чуть в темноте здесь такое заглубленное стекло. Оно такого фиолетового цвета. То есть тоже красивенько. Короче, здесь на самом деле актуально смотрелось бы просто черная решетка радиатора. Железная. Значит, изменилась у нас форма передней оптики. Ну, она тоже. Вот такую оптику можно и на ладу Веста поставить. Значит, дальше что? Какие изменения у нас произошли? Глобально по кузову, наверное. Мне жаль, например, что вот эти, так сказать, накладки, да? Цвет кузова стали тоже. Ну да, мне кажется, внедорожные качества надо подчеркивать все-таки черным реальным пластиком. Опять же, посмотрите, опять же, хром. Хром. Здесь хром. С кем они пытаются заигрывать? Да, кстати говоря, значит, главные изменения, на самом деле, сейчас доберемся до багажника, но коснулись салона. Потому что, наконец, появилось свободное пространство для задних пассажиров. Ну-ка. Говорят, что в предыдущем L200 четвертого поколения, это уже пятое поколение, люди жаловались на банальное отсутствие места перед пассажирами заднего дивана. Теперь, вот, посмотрите, я сижу, наверное, за Сеней. Ну, Сеня карлик. Да нет. И самое главное, что стало удобнее гораздо сидеть. Да. Кстати говоря, удобнее, чем в Тойоте Хайлакс, да, Хайлакс. Как он сидит, а? Как он сидит? Ну, сядь-то как тебе нужно. Нет, как он сидит, я хочу сказать. Кто? Сеня. А-а-а. Ну. Да, и пододвинулся. Да, и пододвинулся. Ну, посмотрите, нет, ну, места достаточно. Правда. Короче, вы не будете страдать клаустрофобией, значит, в этом, в салоне обновленного полностью L200. Посмотрите, здесь у нас всякие причиндалы есть, но мы не будем открывать. Не надо открывать, потому что хрен потом закроют. Сзади фонари изменили свой дизайн. Дизайн, значит, на что жалуются владельцы... Двери положения в дизамт. Да, значит, на что жалуются люди, которые присматриваются к новому Mitsubishi L200. Нет парктроника. Нет, отсутствует рельса сзади, ты видишь? Что за рельса? Ну, вот просто отсутствует рельса. А что за рельса-то? Ты не понимаешь, о чем я говорю? Бампер задний видишь. Это что, железнодорога что-то? Нет, бампер задний в виде просто куска железа. Нет, но есть снизу, да? Ну, он снизу. Ну, те, кто въезжают уже, они сначала мнут всю жопу, потом паркуются об бампер. Нет, ну, меня это напрягло. Единственное, что вот, ребят, в использовании этого аппарата... Кстати, отличное количество ключей. Смотрите, все это ключи. Все это ключи, да? Вот, что-то используется, что-то нет. Вот, особенно вот этот ключ. Непонятно, как использовать. Вот, давайте. Суйся. Ну, гигантский просто. Очень низко открывается вот этот. Ну, ты же понимаешь, у нас крыша просто есть. А глобально, ребят... Это кунг, а не крыша. Кунг, хорошо, ребят. Но банально перед нами классический пикап. Предлагаю вам, кстати, тест снять в кунге внутри. Да, причем пикап ориентированный в первую очередь на страны Юго-Восточной Азии. Значит, на страны Ближнего Востока и на Российскую Федерацию. Я думаю, что вот Азиат, он такого роста, он стоит там, что-то внутри в этом кузне. Да, я думаю, что... Вот это нахер эта крыша, вот скажите. Есть же нормальный пикап. Зачем кунг? Так он и есть пикап. Зачем кунг? Это я понимаю. Так зачем он? Ну, для того, чтобы перевозить какие-то... Ну, какие-то грузы, значит, которые необходимо спрятать... От кого? От полиции? Нет. Ну, слушайте, ну, спрятать от погодных этих условий, от дождя, от снега. Ну, нравится нашим людям, чтобы закрыто было. У нас нету культуры пикапа... Как это? То есть вы хотите сказать, что иностранцы в гробах без крышки хорошие? Нет, слушайте, у нас есть пикаперы, но нету культуры людей, которые эксплуатируют пикапы. Ну, то есть есть вот какая-то небольшая гостья людей. Пикаперы это другие. Я понимаю это. Короче, гигантские, гигантские тупых тёлок, которым нечего делать. Слушайте, короче, основная проблема в этой машине следующая. Ну? Я понимаю, что эта проблема не решена. Как решить эту проблему, я не понимаю, потому что у неё нет парктроника. Машина длинная. Как нет парктроника? В топовой комплектации есть даже видеокамера. Давайте в нормальных шагах. Пять метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я покудел на два килограмма, пока шёл вдоль этой машины. На самом деле, это абсолютно непредназначенная для города тачка. В том плане, что запарковаться на стандартное парковочное место, особенно в условиях, когда московские, в частности власти, верещат, что надо сжимать пространство и ставить больше машин. Да, то есть нос в нос, как в Европе, этой тачке вообще нечего делать в городе. Ну, в центре города точно, к сожалению, к огромному. И это самая большая проблема, потому что, ну, это длиннее, чем Туарег. Это длиннее, чем Туарег, чувак. Длиннее. Ну, а что я туда засуну? Карликов? Куда? Карликов туда? Да, у него нет парктроника при этом. Да нет, ну, в топовой комплектации и в качестве дополнительной опции... Рыбак игнорирует. Это человек, который без парктроников въедет. Рыбак чувствует, он... Он просто до первого удара и все паркуется. Значит, основные изменения, на самом деле, понятное дело, коснулись салона, об этом чуть позже. Об этом чуть позже, в следующих выпусках Большого Тестраева. Но, помимо всего прочего, ребят... Нашли ручку? Помимо всего прочего, на самом деле... Кстати, вы просили ненадолго вернуться к предыдущему формату, и вот, хавайте его. Предыдущий формат. Вот, помимо всего прочего, ребят... Ну, тут тоже не часто бывала рука инженера в последней горе. Абсолютно новый дизельный мотор, 2.4. Значит, конкретно у нас на тесте автомобиль с двигателем мощностью 181 лошадиная сила. Есть точно этот же самый мотор, дефорсированный мощностью 154 лошадиных силы. Здесь у нас, насколько я помню, 430 ньютонов крутящий момент. Это много. То, значит, у двигателя с мощностью 154 лошадиных сил 380 крутящий момент. Кстати говоря, у топового дизельного мотора, который устанавливается под капот Toyota Hilux, там крутящий момент чуть побольше 450. И, кстати, товарищи, значит, у меня родственник купил... Знаешь же, есть же у нас, соответственно, L200. Есть Outlander. Нет, а есть этот цельный кузов. Ну, Pajero Sport. Так вот, угораздило человека на распродаже, ну, когда вот цены пошли вверх, купить бензиновую версию. Так. Жрет минимум 18 литров. Но здесь расход вменяемый порядка 8-9 литров. А, здесь все хорошо. Бензиновый мотор нельзя брать, ребята. Короче, обратите внимание конкретно уже на то, что изменения главные коснулись по большей части именно силовой установки. Во всем остальном, ребят, уже избитая... Давайте еще хром. Ну, слушайте, ну, компания не стала придумывать, правильно? Нет, света нет. Придумывать новый велосипед, вот, поэтому взяла за основу четвертое поколение, доработала с учетом тех нареканий, которые были у владельцев этого автомобиля. А какие были нарекания? Владельцев? Ну, во-первых, по мотору. Вот, видите, нам новый представили, достаточно экономичный. Второе, салон, который стал просторным. Ну, и самые главные изменения, если мы говорим про внутренности салона, во-первых, эргономики коснулись, новых материалов и трансмиссии полноприводные. Вот, колечко-то у тебя хруненькое. Вы заметили, заметили, что исчез второй рычаг в салоне? А куда он исчез? Вот, я вам покажу, он превратился в шайбу. Вот, то есть, был... Давайте посмотрим, во что превратился рычаг. Превратился в шайбу. Друзья мои, ну что ж, познакомимся с убранством. И, конечно, вот в такой машине, которая приятна прежде всего своей высокой посадкой, да, а благодаря умелому расположению, так сказать, сидения и педалей, и рулевой колонки, в принципе, посадка очень приближена к легковому автомобилю, да, в отличие от императора Land Cruiser 200, и тем более у английских братьев, где ты сидишь капитан-капитаном... Капитан-капитанович. Да, то есть, здесь ты сидишь, как в нормальном автомобиле, единственное, что нормально тебя, честно говоря, вот меня во время теста обламывало и не давало почувствовать, вот, вот, как в своей тарелке, это отсутствие запаха рыбы. Где? Сзади. И шкур, которые должны идти. И бутылок, которые перемещаются в хаотичном, в роуновском движении по салонам. Да, и моя трезва. А это камень сейчас в чей огород? В адрес, в огород этих, как его, рыбаков и охотников? В огород. Просто в огородников. В огород, рыбаков и охотников. Да, в огород огородников. Семь, начнем с пресловутой шайбы. Посмотрите, она гламурная. Действительно, в предыдущих поколениях людям нравилось обилие рычагов. Да, ребят, ну вы помните, да, вот здесь была, собственно говоря, раздатка. Вот теперь сюда вся трансмиссия перекочевала сюда. Но это не значит, что сам автомобиль стал паркетником, да, потому что здесь на самом деле есть все блокировки, которые только возможны. Есть понижайка, да, соответственно, у вас есть возможность выбрать режим, да, когда автомобиль будет полностью только заднеприводным. Значит, перераспределяется крутящий момент в соотношении 60 на заднюю, 40 на переднюю. Значит, и конкретно по, значит, заявлению, опять же, инженеров и конструкторов этого автомобиля, вот эта конкретно трансмиссия и схема трансмиссии, которая использована здесь Mitsubishi L200, Mitsubishi L200, как вам будет угодно, она более предпочтительна, чем трансмиссия, которая в Toyota Hilux используется. Да? Короче, да. Предпочтительна, а в чем? Ну, в том, что она архаична. В том, что... Честная. Она такая честная, да, она настоящая. Ну, давайте посмотрим, в мультимедийной системе мы все эти приколы видели уже не в одной Mitsubishi. Не, ну, в Outlander, да, ну, понимаете, да, вот это все перекочевало сюда из Outlander. Слишком много глянца для этого машины. Очень много глянца, даже пахнет... Я бы вот сюда, знаете, вот березу бы увидел. Да нет, ну, вот эту кожуру, эту березу бы, белую, чтобы исчищать. На самом деле, тачка даже пахнет Outlander. Вот, что бы они ни делали, тачка пахнет не Mitsubishi L200, а именно Outlander уже. Ну, вы помните, да, здесь три таких большие шайбы были. Убогая мультимедиа. Здесь же теперь, вот, получается, у нас есть даже... Mitsubishi Motor Corporation Link System. Они же корпорация какая-то. Отстой звук. Кстати говоря, я так понимаю, можно установить сюда с этим... Почтовый ящик. Нет, с большей диагональю. Значит, ребят, давайте, ну, понятное дело, мне кажется, рыбак, ему вот музыка не нужна. Рыбака видит издалека. У рыбака музыка поет в душе. Но рыбаку нужно, понятное дело, нужно гнездо прикуривателя, USB есть у нас, подогрев есть, передних сидений, правильно? Да. Вот, значит, что у нас здесь еще есть? Подлокотник есть? Да. Есть. Что еще? Более-менее есть. Очень мне нравится. А, кстати говоря, посмотрите, есть у нас здесь и этот, как его... Лимитер. Лимитер. Да. Ну, кстати говоря, это свидетельство о том, что маршнур подрос в динамике, да? И у нас отличные зеркала, парни. Реально отличные зеркала. Очешник. Так, что у нас здесь еще? Ну, в целом, они сделали все для того, чтобы вы, находясь в салоне и за рулем обновленного Mitsubishi L200, чувствовали себя, ну, условно говоря, в аутлендере. Да, то есть, понятное дело, это большой автомобиль, это типа кроссовер, ну, с точки зрения, наверное, именно удобства и эргономики салона. Кстати говоря, именно эти же изменения коснулись и самой подвески, потому что, я уж не знаю, как Серега... Как Серега? Ну, как вы оцениваете именно ездовые характеристики этого автомобиля, помягче... Ну, парни, этот автомобиль не для дороги. Нет, нет, на самом деле... Ну, давайте так, да? Ну, давайте так. Во-первых, это тачка. Не так не надо. Давайте так. Так, пикапы, не пикаперы, а пикапы, предназначены для того, чтобы в них перевозить груз. И, понятное дело, производитель рекомендует вообще не ездить без груза в багажнике, правильно? То есть, мексиканцы. Да, однозначно, мексиканцы, таджики, просто, значит, пара мешков карточки. То есть, это машина должна быть нагружена. Конечно, задняя ось должна быть нагружена. Если ты просто едешь по трассе, то ощущение, что ты на мячике на каком-то с бешеной скоростью прыгаешь. Она хорошо разгоняется, то есть, на треке 160 легко. И достаточно быстро. Правда, с двигателем от трактора, за звуком двигателя. Но сама динамика здесь очень-очень неплохая у этого автомобиля. Но дело в том, что тебя из всех сторон, из всех щелей вот так тебя трясет. И, конечно, через час езды по нормальной дороге ты хочешь пересесть на что-нибудь другое. Например, на АКУ. Кстати говоря, поменялись приборы. А, да, вот дизайн. Значит, дизайн. Вот лица выше. Нет, самое главное, чтобы человек понял, у него все работает. И вот, значит, 4 хай у нас, да, правильно? Вот сейчас. Вот 4 хай. Вот 4 хай. Так. Затем мы включаем блокировку. Правильно? Одну блокировку. И, наконец, ну, короче говоря, мы их включим, а они потом включатся. Ну, вот я переключил. Ты имеешь в виду заднюю ось? Чего ты хочешь? Заднюю. Ну, ты хочешь все блокировки включить? Я все хочу включить. Чтоб заблокировало нахер наглухо. Ну, ладно, это не важно, Иванович. Это не наша задача. Тут все по-честному, ты понимаешь. Вот, все. Выключили. А. Блокировки, да. Ну, все, что надо для жизни есть. Единственное, что, несмотря вот на, так сказать, новый дизайн, я вам скажу так, не хватает в этом автомобиле, мне кажется, рыбаку, вот у него, знаешь, он рыбак, он вышел из моря, у него соленые и мокрые руки, да. Из какого моря? И хочется взять, взяться за теплые руки. Вот подогрев руля я бы сюда добавил обязательно. У него кожаное сидение. Тем более. Ну. Тем более, это просто отмывать от отрыва. Надо сидение, чтобы было из кожи, из чешуи рыбы. Я про чешую говорил. Береза, чешуя, все. Чешуя, вот здесь, да. И мех, много меха, чтобы, да, вот так, чтобы. Вот здесь дерево, здесь мех, а здесь чешуя. Да. Да, и тогда это будет классический автомобиль для охотника или рыболова. Ну, все, нам надо проехаться, парни, для того, чтобы рассказать о своих ощущениях от движения в этом автомобиле. А потом обязательно спросить девчонок, что они думают о рыбаках и об охотниках, правильно? Да. И когда их в последний раз? Рыбак и охотник. Ну, что, товарищи, надо сказать, что, конечно, первое ощущение, когда ты, ну, после обычного автомобиля, где, к сожалению, нет места рыбе, ружьем. Меху, поту, водке и пиву. Да, 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 и закусе. Да. Вот, конечно, поначалу странное ощущение. Ты реально сидишь как в легковушке, а сидишь по высоте, как в троллейбусе, да, то есть ты сильно задран от поверхности земли. Это, конечно, доставляет. То, что я так понимаю, в прошлые времена, когда курс доллара был 30, эта тачка стоила до миллиона, правильно? Ну, такая тачка. Ну, слушайте, ну, вот в Таиланде, где производятся эти автомобили, в том числе и для российского рынка, базовая комплектация, если мне не изменяет память, стоит порядка, там, 24-25 тысяч долларов. Вот. До миллиона, ну, условно говоря, миллион. Давайте-то, а, топовая 30-ник. Ну, то есть, соответственно, да, где-то в районе миллиона стоил автомобиль. Да. То сейчас, конечно, ребят, стартовая цена по специальным предложением, в районе полутора миллионов. А вот такая... Топовая комплектация... Ну, у нас не топовая. Ну, у нас топовый мотор, но не топовая комплектация, да? А где-то в районе двух миллионов, двух миллионов ста тысяч рублей. Да ладно. Но это все в любом случае дешевле на 200-300 тысяч рублей, чем Toyota Hilux. До 200. На 200, на 250, на 300 в некоторых комплектациях. Ну, надо сказать, что Hilux, который был у нас на тесте, все-таки внутри отделан гораздо более богато. Ну, и снаружи он смотрится более, так, респектабельно. Потому что получается, что L200 ушел от аскетизма, да, но до высоты, которую, так сказать, задрал планку, планку Hilux, не добрался. Но, что самое странное, ребят, впервые, вчера познакомился с этими цифрами, оказывается, Outlander лидер в этом классе, именно пикапов небольших. Посмотрите, был... Outlander? Да, ой, имеется в виду, господи, простите, L200, да, он именно лидер. Значит, Hilux никак не может догнать, если мы говорим о продажах в России. Ford практически свернул продажи в России, да, Ranger распродает последние остатки. Но Ford и Ranger, кстати говоря, делали на том же заводе, что и вот L200. Да, кстати говоря, Mazda еще помните? Был автомобиль такой. Значит, тоже пикап, вы путаете, наверное, Ford и Mazda делали на одном заводе. Mazda, да. Значит, Mazda вообще ушла с рынка со своим пикапом. Так что, по большому счету, если мы говорим о пикапах, вот в этом типоразмере остался только L200, да, но который является, я так понимаю, законодателем мод, ну, глобально, да, то есть, вот является ориентиром и для той же Toyota, с точки зрения, наверное, ну, во всяком случае, продаж точно. Hilux очень понравился нам с точки зрения именно, наверное, да, эргономики, удобства. Шумка. Шумки хорошие, да, в принципе, очень-очень достойный автомобиль. Но вот видите, если сравнивать два конкретных этих автомобиля, что это дороже. Л200 поуже. Поуже? Чем Toyota. Ну, по крайней мере, вы меня настойчиво касаетесь своими волосами на руках. Но мы не в полу-седан. Да, а ощущение, что в полу-седан. Кстати говоря, в этом поколении, в пятом уже, автомобиль подрос как в длину, как в ширину, так и в высоту. Значит, прибавилось место внутри для пассажиров, глобально, если мы говорим о ширине этого автомобиля. Так что я не знаю, что вы третесь своим локтем, о мой локоть. Ну, и в который раз... Не своим локтем, а своим локтем. Хорошо, локтем. Ну, и, соответственно, в который раз напоминаю, что прибавилось место для задних пассажиров. Значит, не знаю, как Сереге, мне показалось, что в сравнении с предыдущим поколением, вы посмотрите, во-первых, мы все-таки входим в поворот. И динамика прекрасная. Нас не так сильно несет, мы не так громко разговариваем внутри салона. Все-таки шумкой они тоже поработали, вероятнее всего. Хотя рыбаки, у них крепкие глотки, им приходится перекрикивать океан. Да, я думаю, что рыбаки просто с открытыми окнами едут. Правильно? Вы что, шутки? Так же, как и охотники. Нет, я просто представляю себя рыбаком. Зачем вы закрываете? А рыбак так не едет, у него в руках удочка или бутылка. Он не может себе позволить просто куда-то ехать. Это человек, который всегда на пределах. С таким пренебрежением относитесь. Я сам рыбак. А что вы ловите? Трихомонаду? Я рыба. Рыба? Да. Значит, вы не рыбак, вы, так скажем... Рыба. Добыча. Вы добыча, да. Добыча. Так, ну что, к девчонкам. Нормально, вы смотрите. Нормально. А я смотрю, вы это почувствовали автомобиль. В общем, посмотрим и спросим у девчонок, возможно ли на такой тачке, на пикапе, запикапить нормальных, значит, да? Этих телочек. Телочек, да. Все, Сеня. Глуши. Парни, ну и пока едем к женщинам. Маленькая просто вот такая ремарка на уровне правды жизни. Эту машину выбирают те мужики, те пацаны, которым задолбалось вообще, в принципе, переживать за счет своей, насчет своей подвески, правильно? Правильно. Которые хотят ездить по говну, по нашим дорогам, по рытвенам, по всяким лежачим полицейским. И которым абсолютно по барабану вообще, где они едут, потому что они знают, что они все равно проедут. Это и есть настоящий рыбак и охотник, понимаешь? И путешественник. Да, охотник выходит навстречу кабану. Ты когда-нибудь охотился на кабана? Да, мы с вами охотились. Я охотился на кабана. Вот, потом, например, смотрит в лицо лещу, понимаешь, охотник. А, рыбак, извини. Вот, и он бесстрашен. И ему нужна такая же машина, которая бесстрашно воспринимает все тяготы и лишения нашего дорожного хозяйства, да? Вот, и, конечно, это особые специальные люди, которым вообще по барабану на то, что это самое, что вообще... Короче, парни, эту тачку не жалко. Правильно? Да, не жалко вообще нисколько. И она, сука, не ломается. Вот это самое, конечно, обидное. Вы, кстати говоря, напишите в комментариях к этому видео, если вы являетесь владельцами L200 в старом кузове, в четвертом, четвертого поколения, насколько ломучая эта тачка, да, эта техника. Да. Но мне кажется, убить ее очень и очень сложно. Только если сжечь, я не знаю, утопить. Или продать. Или продать, да. Или запретить. Или есть, например, кабан недостаточно застрелен, она оживет. Так, куда мы едем? Да. Нормально, слушайте, да вы прям это... Если кабан оживет и расхерачит тут внутри все, то, конечно, тогда эту машину придется узнать. Да здесь можно кабана перевозить, он просто живого будет биться. Ага, и еще одно изменение. Перестало открываться заднее стекло. Какое? А вот заднее стекло, Сень, покажи. Заднее стекло, раньше открывалось. Встаем. Встаем? Да, мне кажется, да. Ну ладно. Значит, встаем. Все, короче, теперь мнение женщин. Здравствуйте, как вас зовут? Катерина. Катерина, сколько вам лет? Ой, 34. 34. Ну, пойдемте, конечно, здравствуйте. Я, нет. Как вас зовут? Катя, Катя. Катя, нет. Я не авторюбитель. Катя, у вас такая холодная рука. Почему вы продали машину? Потому что я попала в ДТП, и у меня после этого фобия развела. Ну-ка, расскажи, расскажи. Фобия? А какая была машина? Ниссан, Кашкай. А авария по чьей вине произошла? По моей. А куда ты ее? Ну, это же не авария. Я ехала и протаранила соседнюю машину. Сильно? Я чесала, да. Потом вышла девушка сзади. Ну, я остановилась такая вся в панике. Я сказала, да езжай, все в порядке. Я поехала, приезжаю домой, а у меня прям бокс тез. Я думаю, если у меня такой бокс, что же с той машиной? Так ты скрылась с места ДТП? Да, но я вернулась. Правда? Через сколько? Через год? Через два часа. Катя, может, я на секундочку буквально. Вот смотри, пойдем. Ты девушка высокая. Тебе сколько лет? Мне 33. А чем занимаешься? Мне 33, я же запуталась. О, чем занимаешься по жизни? Я занимаюсь выставкой. Правда? А что за выставки? Ну, всякие. Вот, скажи, пожалуйста, смотри. У тебя же джип был? У меня, ну, красот. Красот. Ну, конечно. А вот это что за аппарат? Вот это? Вот это серебристый. Серенький? Серенький, серенький. Ой, я не знаю. А, ну, хотя бы марку, понимаешь? А должна? Ну, примерно. А что это такое? Это японская машина, немецкая, американская. Что это такое? Ты знаешь, как это тип кузова? Я узнал этот значочек, но не могу. Ну, что это такое? Нет? Нет, а можно первую букву? М. М. Последнее И. Нет. Ну, не надо, не надо. Найдите кого-нибудь. Скажу раз, ну, с виду, зато ты понимаешь, сколько эта штука стоит примерно? Вот эта? Ну, минимум, вот, да, такая вот. Ну, мне вот кажется, не очень дорого. Ну, примерно. Вот в нынешних ценах все-таки доллар изменился, да? Может быть, там, миллион пятьсот. Миллион пятьсот. Отлично. Ну, это кузов пикап. Да. Понимаешь, пикап, да? Ну, это два. Это машина, смотри, она для рыбаков, охотников. Вот задняя часть, они туда бросают рыбу, туши, леща. Женщины. Ты когда-нибудь... Панов. Да, да. Ты когда-нибудь рыбачила? Я, да. Охотничала? Нет. Рыбачила? Да. Да. Засовывала удилище? Закидывала? Да, я довольно успешно, кстати. Правда? Серьезно? Ну, правда, была платная рыбалка, там, насаживая себе. Ну, это не считается. Катя, скажи, пожалуйста, ты замужем? Да. Почему? Жаль. Ну, я старик. Как его зовут? Жакбара, Антона. Где ты нашла Антона? Ой, я уж не помню. Ну, примерно. Было 10 лет назад. Ну, примерно. Где-то на работе, кажется. На работе? Он рыбак? Он, да, он рыбак. Катя, ну, скажи, пожалуйста. Вот, у нее муж рыбак. Катя, скажи, пожалуйста, а сколько вот сегодня, чтобы тебе чувствовать себя полноценной в Москве, да, должен вот зарабатывать мужчина, в принципе? Мы даже не омужем. Антон хорошо зарабатывает. Ну, сколько он поднимает в месяц примерно? А я же не знаю. Он тебе не показывает чеки? Какой молодец. Погоди, ты точно не знаешь? А что он тебе последнее подарил? Вот крайний подарок от него. Ой, брошку очень классную. Погоди, а вот пальто ты сама себе купила? Ну, пальто это, да, сама. Сама? Да. И туфельки? И сумочку. И сапожки? Погоди, ты сама себя содержишь? Нет, ну, это и по мелочи. А что он тебе крупное купил? Ну, там все эти поездки. Это все на нем. Правда? Да. Катя, ну, ладно, давай, иди. Беги, беги, все. Иди, счастливо, дай мы тебя проводим сзади. Ты какой рост у тебя, Катя? 176. 176. Антону привет. Катя. Пока. Катя, ты выглядишь моложе, молодец. Давай, пупсик. Все. Смотри, этот не хочет сниматься. Кто? Вот он, один из главных героев нашего выпуска. Какой автомобиль? Опять этот жулик. А что за тачку мы с ним снимали? Да какая разница? Что за тачка была, брат? Что за тачка была? Что за тачка была? Да. У нас, у нас. А, оптима, точно, здорово. А что ты здесь пасешься-то опять? Так я учусь здесь. Погоди, брат, ты знаешь, что встал не туда? Да, знает. О, это L200, я угадал? Да. Давай говори, сколько он сейчас стоит? Ты уже видел себя на нашем канале? Мне 17, я с Украины. Ладно, на самом деле в этот раз я изменил. Стефан, вы помните его зовут? Стефан, я помню, да. Хорошая машина, у меня мама ездила на предыдущем L200. Зачем маме? Она что, рыбак у тебя? Нет, она любит собак. Как называется парфюм, брат, которым от тебя? Это Zara. Zara City. Zara дом. Zara home? Zara home. Это запах дома. Zara home, да. Отличный парфюм. А вы знаете, что этого человека дома с кубик-рубик золотой? Все грани золотые, собирать не надо. Все, ладно, брат, давай, все. Давай, брат, иди. Давай. Ты уже видел себя на нашем канале? Да, классно, классно. Что он говорит? Правда, меня не любят вообще. Скажи, вот самое, что тебя, может быть, порадовало. Порадовало? Что пишут? Пишут, что... Педиком называли? Нет, Педиком не называли. Педиком не называли. Сейчас назовите, сейчас пару раз для... Кто меня Педиком назвал? Вы молодцы. Я вам хочу сказать... Как называли по тебе? Нет, как меня называли, это там надо читать книгу. Ты просто прощался. А вы молодцы. Я... Мне нравится. Это ты сейчас к нашим подписчикам и зрителям. Молодец. О, пойдем. Это вариант. Это вариант намечается. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Можно вас на одну секундочку? Это вы? Это я. Господи. А это мы? Привет, Пупсик. На секунду, на секунду. Вообще никак. Я опаздываю. Не, 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 на секунду. Я тоже очень опаздываю. Погоди, ты скажи, у тебя есть мужчина? Есть. Как его зовут? Пожалуйста, не надо, я не могу сниматься, честно. Почему не можешь? Потому что я в одной организации, там нельзя сниматься. А, ну ладно, все, давай. Все, беги тогда. Хорошо. А мы в другой организации, где не сниматься нельзя. Да, да. Ты кто такой? Да ничего, просто известные личности. Ты повстанец? Нет. Диссидент? Нет. Как зовут? Илюха. А не похож на Илюху. Да, не похож на Илюху. Но похож ты больше на этого самого. Арабиста. Я тебе прославлюсь, ребята. Звоните, пишите. Реклама. Ты откуда пришел-то? Отсюда? Почти оттуда. Ну, на кого учишься? На экономиста. Сколько тебе лет? Двадцатый. А с виду тридцатник. Ну, с твоей водой буду на шестнадцатый. Есть автомобиль? Нет наркотиков, есть автомобиль. Какой? Ниссан Альмера. Что скажешь про этот автомобиль? В который мужик сидит? Нет, без мужика. Без мужика. Что это за мою шинку? А, додж? Додж, да. Хорошо. Сколько стоит он? Примерно, ну, минимум. Я не знаю, ну, лимон двести. Хорошо. Молодец. Брат, а что вот склеить телку в этом месте? На какой тачке надо приехать? Да, мне кажется, хватит любой тачки. Да? Жигули нормально. Точно? Ну, ладно, все, иди. Все, беги. Все, стал звездой. Все. Счастливо. Давай, иди. Счастливо, счастливо. Такое ощущение, что на тебе это, что у тебя провода вот торчат. Да, 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 давай подальше. Давай, подальше. Пока, брат, бери. Давай, счастливо, брат. Счастливо, брат. А давайте спросим, что слушает девушка. А к пенсионеру не хочешь подойти? Что слушает пенсионер по телефону? Девушка, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Телевидение и радио Израиля. Хотели узнать, что вы слушаете? Именно сейчас? Да. Да, какую музыку? Диджей, Апаша, Трэп. Апаш? Трэп? Да. Это где попками трясут? Ну, мне больше нравятся звуки. Хорошо. Как вас зовут? Ия. Вам сколько лет? 18. Отлично. Душа моя, у вас в семье есть автомобиль? Да. Какой? BMW, пятерка. Точно? Да. А права есть у тебя? Права пока нет. Поехали кататься без прав. Зачем? Да просто по приколу. У меня пара. Купим водяры и поехали кататься. Да у меня пара. Шутка. А ты на кого учишься? Юриста. Да. Скажи, пожалуйста, а вот в этом институте вот на какой машине надо приехать, чтобы познакомиться с такой девчонкой, как ты? Ну, с такой девчонкой надо поговорить, а не на машине приехать. Ну, а если сразу ты выходишь, а он на машине, на тебя какая производительность? Ну, так машина, это же не весь актив. Не весь. Ну, уже кое-что. Говоришь, как взрослая. Да. У тебя есть молодой человек? Да. А как его зовут? Александр. Передай ему привет. Хорошо. Передавай. Саня, привет тебе. А что за Александр? Чем занят по жизни? Друг детства, армянин, пока учится, заканчивает школу, поступает. Друг детства? А слышишь музыка какая-то? Послушай, послушай. Ну. Ужас. А у тебя голова не болит от нее? Нет, ну я могу с утра слушать Хаву Нагиму, например. Мне тоже нравится. Ну, это я понимаю. А из русских? Из русских? Лепс. Лепс, обожаю Лепса. Он не русский. Ну все, спасибо тебе большое. Все, пока. Так, понятно. С утра могу Хаву Нагилу, а к 12 уже трэп. А вечером что? Слушайте, господи, что за люди нас окружают? Нет, что ты за человек, что ты ничего из этого не слушаешь. А, нет, Хаву-то ты слушаешь. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас на секундочку пару вопросов? Дарья. Дашенька, сколько вам лет? 20. Отлично. Дашенька, выводите машину? Можно мальчики посмотрим вашу? Не надо только с разрешения. Можно он наденет? А зачем вы снимаете? А мы снимаем вот про автомобиль, передачу. Сведенную программу. Да-да-да. Как я выгляжу? Группа «Жанмо». Плохо? Плохо выгляжу? Да-да, отдайте, отдайте, отдайте очки девочке. Держи, Дашенька. Скажи, пожалуйста, ты водишь в автомобиль? Нет, не вожу. А в семье есть машина? Нет. Вообще нету? Ну, а что скажешь? Вот ты в этом вузе учишься? Да. Ну, у молодого человека есть автомобиль. О, какой? Лада. Правда? Слушай, а нам тут вот девчонки и парни рассказывают, что якобы на обычной машине нельзя здесь познакомиться с девчонкой. В этом вузе? Да, что мол, типа только Порше или там Феррари и всякое такое. Ну, я считаю, это какие-то глупости. А ты где с ним познакомилась, с молодым человеком, со своим? У себя в городе. Это где? Ну, я в области живу. А он там живет? Да. Удобно. То есть в Москве ты совершенно свободно до пяти. Ладно, Дашенька, ну а что скажешь вот про эту машину серенькую? Повернись. Вот номер 407. 407. Вот серенькая, да. Да, вижу. Видишь? Что это? А что это-то за марка? Я не пойму. Мне не видно. А ты пристань вот сюда, на кочку. Пристань. А, Mitsubishi, да? Mitsubishi. Сколько она, как вы думаете, стоит минимум? Вот так вот, в рублях. Минимум. Не знаю. Ну, по ощущениям. Не знаю, наверное, миллион, наверное. Миллион и миллион. А что за люди ездят на пикапах? Да, он вот пикап, видишь там. Ну да, я вижу, вижу. Пикаперы? Всякие. Нет, не знаю. Или хорошие? Могут разные люди. Хорошо, Даша, скажи, пожалуйста. Вы мне хотите подхолоть, я вижу. Нет, нет. Ты видишь, я честный человек. Даша, скажи, пожалуйста, ну а что для молодой девушки, такой красивой, розовенькой, важно в мужчине? Вот самое главное качество мужчины. Мужчины? Они же разные, да, мужчины? А вот по качеству ты какого выбираешь? Не знаю. Я считаю, что должна быть харизма. Это что такое харизма? Ну, это какое-то внутреннее... Твое ощущение. Чущество, да, твое ощущение, когда видишь, что человек твой. Вот я своего встретила и сразу поняла, мое. То есть харизма, это когда человек твой. Да, и для тебя он самый лучший, но это, наверное, все-таки какое-то внутреннее очарование. А вдруг он, например, вот смотри, Даш, ты человек взрослый, уже с тобой можно такие вещи обсуждать? А вдруг, например, смотри, вот видишь его, он твой, он тебе нравится. Даже, может быть, даже он за кофе заплатит в Макдональдсе, да? А в постели, например, слабак. Раз, и все, и чик, и поехал спать на боковую. Нет, ну да, как говорится, любовь это и физическое, и духовное увлечение. Вот тебе что? Ну, наверное, и не знаю, это от каждого человека. Слушай, нет, ну тут важный вопрос, слушай. Тут ты затронул тему. Я завелся, что ли? Да я завелся. В плане того, кто платит за кофе в Макдональдсе, должен мужчина платить за девушку? Ну, я думаю, да, должен. А почему? Наверное. Серега просто считает, что не должен. Вот, ну, мне мой за себя не разрешает платить. Не разрешает. Правильно, молодец. Молодец, передай ему привет. Как его зовут? Ян. Ян? Он кто, поляк? Нет, он белорус. Белорус? А что он делает в области? Ян, привет тебе. У него есть регистрация? Нет, он, конечно. Он, между прочим, работает в структурах. А, в структурах. Беги, беги, девочка, все, беги. Это уже второй человек сзади. Да, все, беги. Это канал, или что это? Что бы я знала? Это канал Крайм. Крайм. Вот, криминальные новости. Криминальная белорус. Большой тест-драйв набирай на Ютьюбе. Все, пока, пока. Яну, привет. Ты очень стройная девочка. А вот женщина не ходит с пакетом? Нет, к женщину не хотим. Не надо поворачиваться. Там люди серьезные приехали. Ну что, ребята, пора делать выводы. А что значит серьезные? Что значит серьезные люди? Это какие? Ах, просто серьезные. Это какие-то... Что значит серьезные люди? Короче, парни, давайте сделаем выводы. Правильно? Давайте сделаем выводы. Да. Ну что, тачка в своей нынешней реинкарнации уже в пятом поколении, как мне кажется, стала ближе... Да вы не останавливаетесь. ... к простому автолюбителю, правильно? К простому, да. К простому, да. То есть как это, к простому да, если стоит полтора? Нет, я имею в виду к простому автолюбителю, который в первую очередь ориентирован на удобство. Значит, салон... Не, на удобство не стоит ориентироваться, ребят, потому что сравните длину этой машины. И любой стоящий здесь машина, она длиннее любой тачки. Так что об удобстве давайте... Давайте, мы реалисты. Не, ну удобнее машина внутри стала. Глобально, с точки зрения эргономики, правильно? Удобнее. Двигатель новый. 181 лошадиная сила, правильно? Да, но подвеска не располагает к длительной езде по шоссейной дороге. Поэтому, если вы охотник и рыболов, вам в ближайший автосалон Митсубиси... Если вы охотник за удачу, правильно? Да, все. Да, что-нибудь еще от души. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, что еще сказать? А неформально что-то. Почему вы сказали девушке, что вы теряете ради Израиля? Она и стала говорить про Хаванагилу, понял? Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, как за... Можно я сразу пойду просто? Пускай он разговаривает. Ребятушки, сегодня у нас на тесте фирменная машина рыболова-охотника. Это L200. От компании Mitsubishi. Как правильно, кстати говоря, Mitsubishi или Si? А почему журналисты пишут Shi? Shi, 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 Shi через Mitsubishi. Так вот, ребята, очень нравится этот автомобиль действительно рыболовым, охотникам. Всем тем людям, которым не сидится дома с этими унылыми женами. Да, с этими крикливыми детишками и с этими погаными тещами, которые вечно суют свои толстые, разросшиеся на сяру, куда не надо. И я этих людей уважаю и понимаю. И они отстояли не так давно свое право забить болт на грузовой каркас, правильно? Да. Потому что проблема в продажах вот этих прекрасных автомобилей была не в том, что люди виноваты, покупая эти тачки, а в том, что поганые дилеры... В погоне за лишним рублем. Просто бюджет, да, и таможили эти машины как грузовики. Но наказывать надо дилеров, а не людей, не конечного терпила, правильно? Да, и так, ребята. Так вот, мы, кстати, в свою очередь вступались. Короче, обращение к людям, которые принимают какие-то решения. Это где? В департаменте транспорта? Департамент транспорта. Это общероссийская тема или Москва? Нет, это на данный момент. Москва думает, Питер затронет в конце концов. Ребят, департамент... Дорогие товарищи, эти люди, их родственники и друзья должны будут приходить на избирательный участок. 70 тысяч владельцев только... Умножаем на три. На три. Это 210 тысяч человек, мать его. Для Москвы это огромная цифра. Если они провелосуют не за тех, или вообще не провелосуют... Или не придут на избирательный участок. Это Кирова. И без нашего участия этот вопрос был поднят. Точно. Так что у нас появилась возможность лишний раз поездить в этом замечательном автомобиле, который, наверное, можно сравнить только с Land Cruiser 200, в том смысле, что он абсолютно свободен от новых технологий. Да, да. А новые технологии это враги человека, правильно? Итак, ребята, Mitsubishi C L200 2015-2016 модельного года. Отойди, дай посмотреть. Значит, товарищи... Какие изменения произошли? Давайте сначала разберемся с внешним видом льдейства обновленного. Во-первых, вот подходишь к машине и хочется спросить, а почему не закрыт капот? Потому что вот эта щель огромная, да? Которая, кстати, там резинка есть. Смущает, смущает, Серега. Нет, на самом деле, меня смущает огромное количество хрома. Потому что в эту решетку радиатора можно смотреться на самом деле и даже причесываться. А в принципе, девчонки... Нет, можно, например, сюда какую-нибудь высокую девчонку поставить и подсматривать, что у нее там, как там. Ну, это вот такая девчонка. Таз вот здесь где-то должен находиться. Да, ребят, ну, на самом деле, Рустам прав, потому что машина-то категорически, так сказать, концептуальная, правильно? Ну, конечно. Она заточена под определенные цели. Под бездорожье. И в целом, зачем ей вот эти все красивости, непонятно. Короче, как и смотрите, вот здесь мы сейчас находимся на ярком солнце, но чуть-чуть в темноте здесь такое заглубленное стекло. Оно такого фиолетового цвета. То есть тоже красивенько. Короче, здесь на самом деле актуально смотрелась бы просто черная решетка радиатора. Железная. Значит, изменилась у нас форма передней оптики. Ну, она тоже. Вот такую оптику можно и на ладу Веста поставить. Значит, дальше что? Какие изменения у нас произошли? Глобально по кузову, наверное. Мне жаль, например, что вот эти, так сказать, накладки... Цвет кузова стали тоже. Ну да. Мне кажется, внедорожные качества надо подчеркивать все-таки черным реальным пластиком. Опять же, посмотрите, опять же, хром, здесь хром. С кем они пытаются заигрывать? Да, кстати говоря, значит, главные изменения, на самом деле, сейчас доберемся до багажника, но коснулись салона. Потому что, наконец, появилось свободное пространство для задних пассажиров. Ну-ка. Говорят, что в предыдущем L200 четвертого поколения, это уже пятое поколение, люди жаловались на банальное отсутствие места перед пассажирами заднего дивана. Теперь, вот, посмотрите, я сижу, наверное, за Сеней, да? Ну, Сеня карлик. Да нет. И самое главное, что стало удобнее гораздо сидеть. Да. Кстати говоря, удобнее, чем в Тойоте Хайляк, Хайлакс, да, Хайлакс. Как он сидит, а? Как он сидит? Ну, сядь, сядь-то как тебе нужно. Нет, как он сидит, я хочу сказать. Кто? Сеня. Ну. Да, и пододвинулся. Ну, посмотрите, нет, ну, места достаточно. Правда, короче, вы не будете страдать калустрофобией, значит, в этом, в салоне обновленного полностью L200. Посмотрите, здесь у нас всякие причиндалы есть, но мы не будем открывать. Не надо открывать, потому что хрен потом закроют. Задние фонари изменили свой дизайн. Дизайн, значит, на что жалуются владельцы? Двери положения в дизамт. Да, значит, на что жалуются? На люди, которые присматриваются к новому Mitsubishi, Mitsubishi L200. Нет, отсутствует рельса сзади, ты видишь? Что за рельса? Ну, вот просто, отсутствует рельса. А что за рельса-то? Как, ты не понимаешь, о чем я говорю? Бампер задний, в виде просто куска железа. Нет, ну, я снизу, да? Ну, он снизу. Ну, те, кто въезжает уже, они сначала мнут всю жопу, потом паркуются, а бампер, да? Нет, у меня это напрягло единственное, что вот, ребят, в использовании этого аппарата, кстати, отличное количество ключей. Смотрите, все это ключи. Все это ключи, да? Вот, что-то используется, что-то нет. Тут особенно вот этот ключ, непонятно, как используется. Вот, давайте. Суйся. Ну, гигантский просто. Очень низко открывается вот этот. Ну, вот ты же понимаешь, у нас крыша просто есть. А глобально, ребят... Это Кунг, а не крыша. Кунг, хорошо, ребят, но банально перед нами классический пикап. Предлагаю вам, кстати, тест снять в Кунге внутри. Да, причем пикап ориентированный в первую очередь на страны Юго-Восточной Азии, значит, на страны Ближнего Востока и на Российскую Федерацию. То есть это, вы думаете, что вот Азиат, он такого роста, он стоит там, что внутри в этом кузне? Да, я думаю, что... Вот так вот. А ты нахер эта крыша, вот скажите. Есть же нормальный пикап. Зачем Кунг? Так он и есть пикап. Зачем Кунг? Это я понимаю. Так зачем он? Ну, для того, чтобы перевозить какие-то... Ну, какие-то грузы. Мексиканских гастиков. Нет, ну, какие-то грузы, значит, которые необходимо спрятать... От кого? От полиции? Нет. Да слушайте, ну, спрятать от погодных этих условий, от дождя, от снега. Ну, нравится нашим людям, чтобы закрыто было. У нас нету культуры пикапа... Как это? То есть вы хотите сказать, что иностранцы в гробах без крышки, короче. Нет, слушайте, у нас есть пикаперы, но нету культуры людей, которые эксплуатируют пикапы. Ну, то есть есть вот какая-то небольшая гость... Пикаперы это другие. Я понимаю это. Короче, гигантские... ...тупых тёлок, которым нечего делать. Слушайте, короче, основная проблема в этой машине следующая. Ну? Я понимаю, что эта проблема не решена. Как решить эту проблему, я не понимаю. Потому что у неё нет парктроника. Как нет парктроника? Как нет парктроника? В топовой комплектации есть даже видеокамера. Давайте в нормальных шагах. Пять метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я покудел на два килограмма, пока шёл вдоль этой машины. На самом деле, это абсолютно непредназначенная для города тачка. В том плане, что запарковаться на стандартное парковочное место, особенно в условиях, когда московские, в частности, власти верещат, что надо сжимать пространство и ставить больше машин. То есть нос в нос, как в Европе, этой тачке вообще нечего делать в городе. Ну, в центре города точно, к сожалению, к огромному. И это самая большая проблема. Потому что, ну, это длиннее, чем Туарег. Это длиннее, чем Туарег, чувак. Это человек, который без парктроников уедет. Рыбак чувствует, он... Ну, он просто до первого удара, и всё паркуется. Значит, основные изменения, на самом деле, понятное дело, коснулись салона, об этом чуть позже. Об этом чуть позже, в следующих выпусках большого тест-драйва. Но, помимо всего прочего, ребят, помимо всего прочего, на самом деле... Кстати, вы просили ненадолго вернуться к предыдущему формату, и вот, хавайте его. Предыдущий формат. Вот, помимо всего прочего, ребят... Ну, тут тоже не часто бывало этого самого рука инженера. Абсолютно новый, абсолютно новый дизельный мотор, 2.4. Значит, конкретно у нас на тесте автомобиль с двигателем мощностью 181 лошадиная сила. Есть точно этот же самый мотор, дефорсированный мощностью 154 лошадиных силы. Здесь у нас, насколько я помню, 430 ньютонов, крутящий момент. Это много. То, значит, у двигателя с мощностью 154 лошадиных сил 380 крутящий момент. Кстати говоря, у топового дизельного мотора, который устанавливается под капот Toyota Hilux, там крутящий момент чуть побольше 450. И, кстати, товарищи, значит, у меня родственник купил... Ну, ты знаешь же, есть же у нас, соответственно, L200. Есть Outlander. Нет, а есть этот цельный кузов. Ну, Pajero Sport. Так вот, угораздило человека на распродаже, ну, когда вот цены пошли вверх, купить бензиновую версию, жрет минимум 18 литров. Но здесь расход вменяемый порядка 8-9 литров. Да, здесь все хорошо. Бензиновый мотор нельзя брать, ребята. Короче, обратите внимание конкретно уже на то, что изменения главные коснулись по большей части именно силовой установки. Во всем остальном, ребят, уже избитая... Избитое время, что он хочет сказать? Миллионам, наверное, миллиардами километров, которые владельцы этой тачки проехали, значит, по дорогам мира. Ну, слушайте, ну, компания не стала придумывать, правильно? Нет, света нет. Придумывать новый велосипед, вот, поэтому взяла за основу четвертое поколение, доработала с учетом тех нареканий, которые были у владельцев этого автомобиля. А какие были нарекания? Владельцев? Ну, во-первых, по мотору, вот видите, нам новый представили, достаточно экономичный. Второе, салон, который стал просторным. Ну, и самые главные изменения, если мы говорим про внутренности салона, во-первых, эргономики коснулись, новых материалов и трансмиссии полноприводные. Брат, колечко-то у тебя гуденькое. Вы заметили, что исчез второй рычаг в салоне? А куда он исчез? Вот, я вам покажу, он превратился в шайбу. Вот, то есть, был... Давайте посмотрим, во что превратился рычаг. Превратился в шайбу. Друзья мои, ну что ж, познакомимся с убранством. И, конечно, вот в такой машине, которая приятна прежде всего своей высокой посадкой, да, а благодаря умелому расположению, так сказать, сидения и педалей, и рулевой колонки, в принципе, посадка очень приближена к легковому автомобилю, да, в отличие от императора Land Cruiser 200, и тем более у английских братьев, где ты сидишь капитан-капитаном... Капитан-капитанович. Да, то здесь ты сидишь, как в нормальном автомобиле. Единственное, что нормально тебя, честно говоря, вот меня во время теста обламывало и не давало почувствовать, вот, вот, как в своей тарелке, это отсутствие запаха рыбы. И шкур, которые должны идти, и бутылок, которые перемещаются в хаотичном, в рауновском движении по салону. А это камень сейчас в чей огород? В адрес, в огород этих, как его, рыбаков и охотников? В огород. Просто в огородников. В огород огородников. Сеня, начнем с пресловутой шайбы. Посмотрите, она гламурная. Действительно, в предыдущих поколениях людям нравилось обилие рычагов. Да, ребят, ну вы помните, да, вот здесь была, собственно говоря, раздатка, вот теперь сюда вся трансмиссия перекочевала сюда, но это не значит, что сам автомобиль стал паркетником, да, потому что здесь на самом деле есть все блокировки, которые только возможны, есть понижайка, да, соответственно, у вас есть возможность выбрать режим, да, когда автомобиль будет полностью только заднеприводным. Значит, перераспределяется крутящий момент в соотношении 60 на заднюю, 40 на переднюю. Значит, и конкретно по, значит, заявлению, опять же, инженеров и конструкторов этого автомобиля, вот эта конкретно трансмиссия и схема трансмиссии, которая использовала здесь Mitsubishi L200, Mitsubishi L200, как вам будет угодно, она более предпочтительна, чем трансмиссия, которая в Toyota Hilux используется. Короче, да. Предпочтительна, а в чем? Но в том, что она архаична. В том, что... Честная. Она такая честная, да, она настоящая. Ну, давайте посмотрим, мультимедийная система, мы все эти приколы видели уже не в одной Mitsubishi. Не, ну, в Altlander, да, ну, понимаете, да, вот это все перекочевало сюда из Altlander. Слишком много глянца для этого. Очень много глянца, даже пахнет... Я бы вот сюда, знаете, вот березу бы увидел. Да нет, именно вот этот кожуру, этот березу бы, белый дуб. Белый дуб. Нет, на самом деле, тачка даже пахнет Outlander. Вот, что бы они ни делали, тачка пахнет не от Mitsubishi L200, а именно Outlander уже. Ну, вы помните, да, здесь три таких большие шайбы были, убогая мультимедиа. Здесь же теперь, вот, получается, у нас есть даже... Mitsubishi Motor Corporation Link System. Они же корпорация какая-то. Отстой звук. Кстати говоря, я так понимаю, можно установить сюда с этим... С большей диагональю. Значит, ребят, давайте, ну, понятное дело, мне кажется, рыбак, ему вот музыка не нужна. Рыбака видит издалека. У рыбака музыка поет в душе. Но рыбаку нужна, понятное дело, нужно гнездо прикуривателя, USB есть у нас, подогрев есть, передних сидений, правильно? Да. Вот, значит, что у нас здесь еще есть? Подлокотник есть? Да. Есть. Что более-менее есть? Очень мне нравится. А, кстати говоря, посмотрите, есть у нас здесь и этот, как его... Лимитер. Лимитер. Да. Ну, кстати говоря, это свидетельство о том, что маршрут подрос в динамике, да? И у нас отличные зеркала, парни. Реально отличные зеркала. Очешник. Так, что у нас здесь еще? Ну, в целом, они сделали все для того, чтобы вы, находясь в салоне и за рулем обновленного Mitsubishi L200, чувствовали себя, ну, условно говоря, в аутлендере, да? То есть, понятное дело, это большой автомобиль, это типа кроссовер, ну, с точки зрения, наверное, именно удобства эргономики салона. Кстати говоря, именно эти же изменения коснулись и самой подвески, потому что, я уж не знаю, как Серега... Как Серега? Ну, как вы оцениваете именно ездовые характеристики этого автомобиля? Ну, парни, этот автомобиль не для дороги. Нет, нет, на самом деле... Ну, давайте так, да? Ну, давайте так. Во-первых, это тачка. Нет, не надо. Так не надо. Давайте так. Так, пикапы, не пикаперы, а пикапы, предназначены для того, чтобы в них перевозить груз. И, понятное дело, производитель рекомендует вообще не ездить без груза в багажнике, правильно? То есть, мексиканцы. Да, однозначно, мексиканцы, таджики, просто, значит, пара мешков картофеля. Машина должна быть нагружена. Конечно, задняя ось должна быть нагружена. Если ты просто едешь по трассе, то ощущение, что ты на мячике на каком-то с бешеной скоростью прыгаешь. На адском. Она хорошо разгоняется. То есть, на треке 160 легко и достаточно быстро. Правда, с двигателем от трактора, за звуком двигателя. Но сама динамика здесь очень и очень неплохая у этого автомобиля. Но дело в том, что тебя из всех сторон, из всех щелей вот так тебя трясет. И, конечно, через час езды по нормальной дороге ты хочешь пересесть на что-нибудь другое. Например, на АКУ. Кстати говоря, поменялись приборы. А, да, вот иди сюда. Дизайн. Значит, дизайн. Вот принципы. Нет, самое главное, чтобы человек понял, у него все работает. И вот, значит, 4Х у нас, да, правильно? Сейчас вот 4Х. Вот 4Х. Так, затем мы включаем блокировку. Правильно, одну блокировку. И, наконец, ну, короче говоря, мы их включим, а они потом включатся. Ну, вот я перебью. Ты имеешь в виду заднюю ось? Чего ты хочешь? Заднюю. Ну, ты хочешь все блокировки включить? Я все хочу включить. Чтоб заблокировало нахер наглухо. Ну, ладно, это не важно, Иваныч. Это не наша задача. Тут все по-честному, ты понимаешь? Вот, все. Выключили. Блокировки, да. Ну, все, что надо для жизни есть. Единственное, что, несмотря на, так сказать, новый дизайн, я вам скажу так, не хватает в этом автомобиле, мне кажется, рыбаку, вот у него, знаешь, он рыбак, он вышел из моря, у него соленые мокрые руки. И ему хочется взяться за теплые руки, вот подогрев руля, я бы сюда добавил, обязательно. У него кожаное сидение. Тем более, тем более, это просто отмывать от рыбы. Видение, чтобы было из кожи, из чешуи рыбной. Я про чешую говорил, береза, чешуя, все начинал. Да, и мех, много меха, чтобы, да, вот так, чтобы, вот здесь дерево, здесь мех, а здесь чешуя. Да. Да, и тогда это будет классический автомобиль для охотника или рыболова. Ну, все, нам надо проехаться, парни, для того, чтобы рассказать о своих ощущениях от движения в этом автомобиле. А потом обязательно спросить девчонок, что они думают о рыбаках и об охотниках, правильно? Да. И когда их в последний раз, рыбак и охотник? Ну, что, товарищи, надо сказать, что, конечно, первое ощущение, когда ты, ну, после обычного автомобиля, где, к сожалению, нет места...